не ну конечно сопоставимо абсолютно с количеством активистов вот видите я вижу сейчас 4 автозака ну можно представить себе сколько бойцов росгвардии находится внутри надо влагать немало напомню что акция сегодня не санкционированная фактически но на данный момент она проходит просто как мирное шествие без лозунгов без плакатов большое количество людей несут в руках красные гвоздики акция мемориальная люди пришли вспомнить именно тех кто был убит уже много теперь лет назад но в действительности вряд ли сейчас хорошо помнят этих людей действительности вряд ли хорошо помнят их убеждения за что они погибли я думаю что многие пришли просто выразить свое неудовольствие тем чувством отсутствия свободы которые они испытывают но очень жаль что легче собрать людей на акцию посвященную людям убитым давно чем на акции посвященные тем кто сидит сейчас и акции посвященные этому чувству отсутствия свободы хотя акция давно стала межрегиональной и международной даже все равно из года в год власти не согласуют нам заявку на проведение собственно санкционерной акции и из года в год мы вынуждены мы то есть левое сообщество петербурга представители гражданских движений санкт-петербурга вынуждены искать какие-то входные пути какие-то форматы для того чтобы просто вспомнить наших погибших товарищей мы видим что хотя правительство у нас декларирует борьбу с фашизмом на официальном уровне и многочисленные военные авантюры которые ведутся под лейблом борьбы с фашизмом все равно антифашизм настоящий антифашизм противостояния противостояния расизму и ксенофобии маркируется как экстремистское зло и это продолжает продолжается из года в год соответственно это можно видеть на примере дела сети так называемый просто ребят антифашистов которые занимались физическими упражнениями объявляют террористами и происходит это опять же сплошь и рядом и конечно надо приходить на такие акции надо поддерживать саму идею антифашизма самую идею борьбы с неравенством в его крайней форме церкви нас и бороться помнить бороться компания относят пороце